Очередной по графику сход граждан состоялся в Натербавском сельском поселении. Присутствовали глава района Заур Хамирза, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, прокурор района Мурат Хакуй, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, заместители главы района, руководители различных организаций и учреждений, предпринимателей, жителей села. По традиции открыла сход с докладом о проделанной работе глава поселения Наталья Косицына. В начале своего выступления глава поселения отметила, что администрация – это именно тот орган власти, который решает самые насущные проблемы своих жителей. Именно поэтому местное самоуправление должно эффективно отвечать на вопросы, которые возникают. После сентябрьских выборов местный депутатский корпус одна из них. В число выбранных депутатов обошли главы и отличные, инициативные люди. Я надеюсь на саммитскую подосходную работу, так как мы вместе с вами выбраны народом. Работа администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения осуществляет два взаимодействия с администрацией района, районными депутатами, депутатами сельского поселения, жителями поселения, индивидуальными предпринимателями, руководителями учреждений и организаций. Информационным использованием для изучения деятельности нашего поселения является наш сайт, где размещены нормативно-кровозные документы, графики приема главы, специалистов администрации, вся информация вовремя выполнена. В связи с неблагоприятными климатическими условиями весной 2017 года улицы северо-западной части села Надтырбова и хутора Казино-Кужорской были подтоплены. О проведенных восстановительных работах рассказала глава поселения. На Кужорском были объединены дороги общей протяженностью 4 километра 700 метров, а также улицы на каналах. В наиболее сложных подопроводных участках, участках дорог, были вложены водосрочные трубы. Это было сделано северо-западной части. Трубы были выделены одним из крупных фермеров села, за что мы его и благодарили. Также в текущем году проводился яночный ремонт оскольного аспортного покрытия улицы Емкоиского, северо-западной части. Северо-западной части села Надтырбова и хутора Казино-Кужорской. Неравна, что в текущем году говорили, конечно, за мной спасибо. Наталья Владимировна затронула вопросы газификации и уличного освещения. В прошлом, в 2016 году и в нынешнем, в 2017 году активно делали работу по газификации кутора Казино-Кужорского. На сегодняшний день имеется в каждом детском саду в школе активная задача работы по подключению частных домовладений. В этом году одной из острых проблем, одной из острых проблемных вопросов стал вопрос уличного освещения. Центральные улицы Северо-западной, Волгазная, Емпольская, улица Емпольская, улица Емпольская, улица Советская и улица Гадалина по Куторе-Кужорскому были подключены к приборам учета и оформлены соответствующие. Из-за отсутствия денежно-сельских бюджетов, поселения, национальные фонари не были подключены к приборам учета и были демонтированы. Это привело к недовольству жителей села. Для того, чтобы снять эту социальную напряженность, были проведены визиты жителей села, которые перераположили монопроизм к администрации. И через свои приборы учета подключили фонари уличного освещения. Первоначально отработаны сельские заявки. Сегодня, буквально в эти минуты ведется работа. Были подключены 26 фонарей, сегодня подключены уже 15, и до конца недели 70 фонарей будут установлены. Список жителей села, которые хотят подключиться к своим приборам, увеличивается, потому что до нового года мы эту работу закончили. Одним из актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства территории поселения. Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства территории поселения. Для его решения необходимы достаточно финансирования. Любой человек, приезжающий в село, прежде всего обращает внимание на чистотой порядок, стейн, дорогу, освещение и в общих архитектурных видов. Проблема благоустройства – это не только финансы, но и человеческие факты. Казалось бы, что может быть проще? Мы все жители одного села. Любим и хотим, чтобы село и куда-то, как и на Бужорске, был еще лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого в своих подходах решение этого вопроса. Кто-то борется за чистотой и порядок, глядывая все труд и средства, а кто-то словами русскими нам должны быть. Проблема с интернетом состоянием кладбища назревала давно. Проезжение макарыша расположенных баллов удивляющая их в чистоте и порядке, потому что содержанием нечистотой в ней занимаются все жители села, а не только кладбища, а не только администрация. У нас же уход по территории кладбища осуществляется с силами администрации совместных с работниками и жилой сферы. Зачастую, убрав место потребения своих висок, мы наливаемся на соседние лыжи, забывая, что запрещенность его грешна. Давайте выжить и наказаться к памяти услугшим, не зацаряя территории кладбища и совместными силами поддерживать порядок. Основные работы по благоустройству в содержанию территории поселения обеспечиваются администрацией сельского поселения с привлечением коллектива, организаций, учреждений, индивидуальных и принимать жители поселения. Регулярно проводятся субботники по уголке территории. В весенний-венний период теряется особо внимания к следующему вопросу. Санитарные уголки территории местного пункта, приведение в порядок памятных мемориальных мест, повелки облеска, пустарные, капукаши, настройной сельскости и так далее. Вы все видите, что мы делаем. Необходимо нам с вами воспитывать подрастающие поколения, соблюдать частотой санитарный порядок, не бросать мусор, пакеты, бутылки, не зацаряя, без запроса. Ведь это наша с вами родина. Приятно смотреть на красивые помбы, цветники, на высушенные зеленые насаждения в личных дворах. Но не все, кроме без понимания одного, что никто сам надо наводить порядок, у нас возле дворов не мы. Все нужно делать самим. Хотелось бы обратить внимание некоторые руководители учреждений, жители в селах. Постоянно следите за своими прививающими территориями. Не жите заменчание социальной администрации. Цель контроля за соблюдением правил содержания, социальной сохраненной территории при администрации создана административная комиссия. В зависимости от текущего года составлено 4 протокола, провинувшие заседания, внесено 27 предупреждений и 6 административных штрафов на сумму 4100 рублей. В завершении своего доклада глава поселения озвучила планы на предстоящий год. Проведение ремонтных работ Дома культуры Санкт-Петербурга выступления в программе по его лимонке. Проведение централизованного водопродукта. Продолжение мероприятий, связанных ремонтом грамменных дорог, установка прибора уличного освещения Санкт-Петербурга под рекомендустом. Проведение реконструкции тротуарной дорожки по улице Мира Кузьминского сада. Мы это планировали в том году, но в связи с финансовыми трудностями у нас это не получилось. Если до конца года у нас это не получится, значит, мы этот вопрос не все у нас не решили. Отделенение территории площадки культуры Казинокужорского и парковой зоны. Тоже наш парк остается одной из острых и проблемных вопросов. И я думаю, что совместно с вами мы эту работу выполним. На сходе также выступил директор Казинокужорской школы, которая рассказала присутствующим о жизни школы, о проблемах и успехах. Выступил также и депутат поселения. Далее слово взяла директор Натырбовского дома культуры Зина Олейникова. Добрый день. Я долго не буду говорить. Хочу сказать единственное, что при взаимодействии всех органов власти и тех, которые сегодня здесь в ДК работают, это музыкальная школа, библиотека, также средняя школа наша, номер 8. И работа наша видна, слышна. И я думаю, большую благодарность сегодня надо высказать администрации района Зауро-Скорбевичу, потому что как моральная, так и материальная помощь всегда в любой момент, когда мы обращаемся с его стороны, нам помощь. И, конечно, Наталья Владимировна, светло, тепло, вы сами это чувствуете. Завершился сход выступлением главы района. Хотелось бы подчеркнуть, что только благодаря совместным усилиям, только вместе мы преодолеем все реализации населения, и наркомания, и благоустройства села. Только вовлекая молодежь, прислушиваясь старшему поколению, вовлекая бюджетную сведу, совместными усилиями мы можем чего-то добиться. Есть очень много вещей, которые нужно сделать, и по разным причинам объективных, иногда необъективных мы не можем сделать. Но, поверьте мне, старались и будем стараться. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто нашел сегодня время и желание, которые неравнодушны к проблемам села и сегодня присутствуют здесь в этом зале. Спасибо. Заурхамирзов ответил на все интересующие вопросы жителей.